Мы готовы с вами на связи Сергей Прокопьев, Андрей Федяев, Дмитрий Петелин. Да, мы готовы ответить на ваши вопросы. В другом государстве у каждого российского космонавта есть специальное удостоверение космонавта, который он носит с собой в полете. И в нем есть запись, что все на нескольких языках, что люди должны помочь выполнить все просьбы, чтобы оказать ему необходимую помощь. Так что все должно быть хорошо, и он попадет к тебе домой. Интересный вопрос, конечно. Ну, как и да, любой человек. Вы стараемся сделать жизнь свою как-то попроще. Тем более пролетать сюда на станцию, стараемся быт свою сделать более удобным, так сказать, более земным. Поэтому какие-то простые вещи стараемся делать еще проще. Действительно, есть, прямо вот так вот, сходу сказать, сложно, конечно. Ну, есть, конечно, свои лайфхаки, прям. Ана Галина, да, мы слышали ваш вопрос. Ну, что вот я хочу сказать. Мы, человечество, помним себя как человечество именно с порядка 10 тысяч лет. Наша Солнечная система имеет возраст порядка 4,5 миллиардов лет. Ну, а вселенная, наши ученые, рассчитывают 13-15 миллиардов лет. Так что, если человечество, так скажем, помним себя 10 тысяч лет всего на этом фоне, то я уверен в том, что жизнь уже где-то есть. Но мы еще до сих пор не встретимся. На станции у нас каждый выходной, парковый день, так называемый. Мы выполняем уборку, пылесосим все фильтры, протираем поверхности с помощью специального состава, чтобы, не дай бог, никакой грибок там у нас не появился. Поэтому у нас тут очень чисто, без микробов и без грибов. Спасибо. Прием, Сергей Прокопьев был на связи. Попомное время у нас немного существует. После рабочего дня у нас около трех часов есть, которые мы используем для того, чтобы позвонить домой, разобрать почту. Может быть, даже и на этапах смотреть, совместно, чтобы кинокосмотр выполнить. Поэтому мы, как обычные люди, можем немножко учитывать себе, даже почесать. Прием. На станции не земные, конечно, такой каламбур, но действительно не хватает каких-то простых земных вещей. Вот в баньку сходить, например, да, вот так душ, побыстрее, чтобы вода лилась, стекала с тебя, такие вот, покушать, конечно же, каких-то деликатесов колбасы, бельки, например, вот такие вот такие вот, такие вот такие вот, которые у нас есть, если мы не можем перейти, но там действительно это варкет, это варкет, это варкет, это варкет. Таковых серьезных заболеваний вряд ли может случиться. Дело в том, что космонавт проходит медкомичу на всех этапах, и перед полетом, конечно же, это тоже процесс довольно такой серьезный. Поэтому космонавты пребывают на станции здоровыми, как-то обеззараженными. Вирусные заболевания сюда практически невозможно занести. Ну, бывают сквозьники, конечно, такой небольшой насморк, может быть, да, потому что есть принудительная вентиляция. И, ну, стараемся под лучшими средствами, спреями исключить эти симптомы. В целом, космонавты не болеют. Просто? Еще раз, еще раз вопросить, можно? На Галина, вас называет радио Сергей 0, Иван Сергей, Сергей. Блюдо, как я понял, да, вопрос. Ну, действительно, у нас рацион довольно разнообразный, питание, есть продукты вполне все традиционные, борщи различного рода, консервированная еда. Но в основном это все сублимировано, либо консервированное банки в консервах. В тюбиках у нас уже редко что приходит, но это в основном еда, соус и приправы. Очень мало этого. Поэтому в основном в нашей домашней еда, мясо, мясо и блюда. Очень люблю говядину. Рыба у них вкусная, приходится.